здравствуйте друзья вы видите перед собой город сан-франциско и слышите наш голос ну натурально мультимедия какая-то светочка что у тебя за тема давай я сейчас не помню точную формулировку вопроса но что такое было связано с воспитанием детей все-таки как из них воспитать вот таких вот всесторонне развитых хороших замечательных условиях когда может быть не все это мы способствуем скажем так то есть фактически ты как бы должна заменить собой сейчас академию педагогичная и в этом смысле в этом сказать что если не вдаваться уже в такие детали как вот развивать детей да я просто поделюсь очень житейским и жидейскими соображениями на которые имеют место быть значит вопрос вот чем что наша жизнь по сравнению допустим с жизнью 200-300 лет назад она идет мне бы очень сложно подобрать термин она как бы утончаются понятия которыми оперируем мы становимся более чувствительными зачем они становятся вот очень хорошее слово дело в том что люди например в пещерах да я не думаю что у них были какие-то мысли по воспитанию детей они себя там ловили мамонтов да и рубили их там паром и дети росли в можно сказать как это в поле что растет в поле сорву трава сорная но светик они и не говорили много у них словарный запас был ограничен так вот мы живем в такое время когда становимся мы сами изощреннее соответственно наши дети становятся более утонченными и соответственно инструменты которые мы работаем с нашими детьми они должны быть более точечные и более деликатные и с чего бы я начала вообще-то говоря что поскольку мы уже раз сами такие утонченные да то давайте немножко посмотрим на себя ну во первых хочу сказать большой плюс тому человеку который вопрос задал да если родители задают вопрос а таких наверное среди всего населения там бывших страны снг если 20 процентов наберется таких людей которые задаются таким вопросом а может и 25 почему а может и 25 но то это уже хорошо что человек хотя бы он озаботился да это вот первый такой шаг в позитивную сторону что человека заботился этим вопросом и стало быть у него появятся какие-то решения потому что те кто не думает об этом у них нет решения а мог бы они могут при этом совершенно естественным образом растить очень хороших детей даже не думаю об этом но все-таки когда мы задумываемся все-таки это какие-то ожидаемые результаты наверно будут как там ну несут давай дальше так вот значит мог хотела бы значится чтобы те люди которые уже эти вопросом озаботились чтобы они посмотрели в первую очередь на себя во-первых мы все друг от друга отличается мы все очень разные мы воспринимаем информацию через разные органы до кто-то любит потрогать что-то руками без того чтобы потрогать он не может принять решение как будто кто-то любит послушаться кто-то любит посмотреть кто-то любит полезно интернет и пока он здесь интернет не облазывает и involves не получше, не составит аналитическое свое собственное мнение, он не может принять решение. Когда мы разберемся с собой и поймем все-таки, как мы оперируем с этим миром, после этого уже неплохо посмотреть на наших деток. Причем это очень забавно, это видно с самого рождения. У кого, у какого ребеночка, какие органы чувств, они более активные по рождению. Вот у меня две внучки, у меня тоже нет такого большого опыта, но вот интересно, эти две внучки, они друг от друга отличаются. Если старшая девочка у нас все воспринимает глазками, у нее огромные большие глаза, и она моментально все схватывает, вот она один раз увидела, она помнит это все и прекрасно учится в школе, читает. Маленькая девочка, она с рождения, вот когда только-только родилась, она хлопала глазками даже тогда, когда люди рядом разговаривали. На каждое сказанное слово она хлопала глазками, я уж не говорю, но какой-то более резкий такой звук. Слуховая? Да, она очень, да, она очень чувствительна к звукам. Вот старшая девочка, она не была в таком возрасте настолько чувствительна была к звукам, она спала и в общем сейчас битка кубитая. Можно уточнить, вот ты считаешь, что если ребенок вот с рождения такой звуковой, акустический, он и дальше обязательно таким будет? Может, он как-то изменится или резко? Вот это уже тот вопрос, где очень многое зависит от среды и от родителей. Почему очень важно наблюдать за нашими детками? Для того, чтобы не упустить что-то. В развитии. В развитии. То есть вот такие мелочи, начиная с того, как они маленькие, как они себя ведут, как они реагируют на окружающий мир, именно позволяет нам найти в себе какие-то способы взаимодействия с этими детками так, чтобы те задатки, которые у них есть от рождения, каким-то образом развить, а не задавить. Можно я вот скажу немножко об этом же, но с другой стороны? Давай. При всем, при том, что мы стали гораздо мы, жизнь в целом, соответственно, мы, да, под эту жизнь подстраивающиеся люди, мы стали более изощренными. Я хочу сказать, что сейчас дети совершенно другие. Они выращены в условиях гораздо большего внимания к ним. Они требуют, на самом деле, гораздо более утонченного такого подхода к ним. Ты сегодня не можешь с детьми, вот с сегодняшними детьми ты не можешь так, как они. Но я именно об этом и говорю. Да, они другие. Да, значит, сначала мы изучаем своего ребеночка, да, ты немножко забежал вперед, я, в принципе, об этом же и говорил. Да. Вот. Сначала мы ребеночка этого изучаем, потом мы пытаемся этими инструментиками как-то на него повлиять, да. То есть, те задаточки, которые мы видим в маленьком ребеночке, да, если он зрительный, пусть рисует, если он со звуком, хорошо, пусть он занимается музыкой, если он, например, мастерит что-то руками, да, может его в какой-то кружок отдать, где там чего-то лепят или что-то такое делают руками. Но это самое общее рассуждение. То есть, первое, мы наблюдаем за этим ребеночком и пытаемся возлелеть в нем те задатки, которые в нем есть. Второй момент очень важный. Дело в том, что воспитание в равной степени, на воспитание ребеночка влияет в равной степени и общество, и семья, и окружающая среда, друзья, знакомые и так далее. Поэтому, дорогие родители, вы в первую очередь посмотрите на себя. Вообще, что вы несете необдуманно вот в повседневной жизни, вот день за днем, как вы друг с другом общаетесь. Дети подхватывают это все на раз. Это раньше называлось, что дети нас воспитывают. Да, потому, что дело в том, что все эти ценности, которые вы хотите, чтобы они были у детей, если у вас этих ценностей нет, вам очень тяжело будет их привить. То есть, фактически, вот задумывающиеся над воспитанием детей родители, они должны подумать, а что мы хотим вырастить, да, а сами-то мы как живем? Вот в этом усложняющемся мире. Какие у нас ценности? Вот откуда ребенок подхватит правильные ценности? Вот сегодня очень многие жалуются, что дети растут и совершенно ничем не интересуются. А интересуются, у кого какая модель айфона, айпеда, кто на какой машине его привезли в школе. Ну, а оно же не идет ниоткуда. Оно же идет откуда-то, да. Наверное, в семье эти вещи как-то проговариваются, да, что это какие-то важности очень большие. Ты знаешь, что, ведь еще же есть сейчас интернет, еще есть телевизор, все-таки люди смотрят, и это же такой источник. Да, я хочу сказать, что на самом деле, ведь это очень сложно в условиях, когда окружающая среда исповедует ценности, которые вы бы не хотели видеть в своем ребенке, воспитать нечто такое, как альтернативу этому. И это, в общем-то, достаточно достойная задача, да. То есть, несмотря на то, что... Да, еще вот, еще один момент, который я хотела заострить на нем внимание. Дело в том, что вот эти наши чувствительные детки гораздо больше чувствительны к чувству собственного достоинства. К ущемлению. К ущемлению своих прав, да. Мы, когда были маленькие, и нас в школе всякие няньки там и учителя били мордой об стол, но было это неприятно, но мы выживали. Это было общепринято. Это было общепринято. Может быть, и сейчас это общепринято. Но сейчас другие дети, сейчас дети более трепетные, более нежные, и когда их уже мордой об стол, это может серьезно поколести к психику. И, конечно, должно быть уважение к личности ребенка самого детства. Слушай, Свет, да не то, что ребенка мордой об стол. Когда родители с друг другом орут друг на друга, и конфликт, это травмирует ребенка невероятно как. Понимаешь? Конечно, конечно. Но дело в том, что вот уважение к личности ребенка, оно должно быть с того момента, когда он появился. Этот ребенок со своими интересами, со своими склонностями, со своими способностями. И научиться родителям вот этого маленького человечка не просто любить, да. Любовь, она как бы, это понятно. А вот уважать его достоинства, вот это очень важно. Я помню, что когда я была маленькая, папа любил повторять фразу яйца курения учит. Курицу, наверное. Вот он говорил, яйца курения учит, да. Курица, окей. Вот. Так вот сегодня вот эта фраза, она как бы, я считаю, что она не имеет права на жизнь, потому что она является уничижительной по отношению к этим деткам, которые... Которые... Что? Нам звонят? Мы возвращаемся после звонка, извиняюсь. Да. Значит, так вот уважение к этому маленькому существу, которое только появилось на свет, очень важно, потому что относиться к уважениям, к его потребностям, да, пытаться понять эти потребности, а не сказать, эти потребности никому не нужны, и они ничего не стоят, а вот ты должен делать так. Вот это очень важные вещи, которые, в принципе, и формируют человека, да. То есть, на самом деле, задача, в общем-то, она и сложная, и простая одновременно. То есть, мы можем одновременно говорить о том, что нужно быть более внимательным к своим детям, да, уважать его личность, и тогда оно все остальное как бы к этому приложится. То есть, понимать, что наши дети – это хрупкий психологический механизм, да, и мы не хотим его ломать и переделывать, а мы даем ему право на самоопределение, на развитие. Давай, может быть, вот что. Вот смотри, вот я тебя слушаю и вспоминаю, как мы росли с братом. О, я. Ну, подожди, значит, нас, ну, больше брата, чем меня, немножко так чморили, там, прическа, там, ну, папа, он как-то такой армейский человек, он, как-то ему все хотелось, чтобы прическа была ближе к солдатской, но все-таки родители не заморачивались. Вот, то есть, мы знали с детства, что надо учиться в институте, да, вот это мы знали. И я даже не могу сказать, что служба в армии, я не хотел служить в армии, но отец, например, говорил, что я бы в армию очень бы хорошо пошел, я такого типажа в армии востребованного, я бы там себя хорошо чувствовал, ну, наверное, это, но все-таки. Значит, и они абсолютно не интересовались, какие кружки или там спортивные секции мы ходим. Мы были предоставлены в этом смысле сами себе, и сами ходили, я в десяток разных секций или там кружков ходил, я записывался где-то в школе, в дворце пионеров, там, в станции технического, там, творчества этой юношеской, там, и так далее. Там боксом занимался, самбо занимался, хоккеем занимался, чем я не помню, чем я там еще не занимался. И вот в школе с этим спортивным ориентированием по ночам бегал там по Подмосковью с картой, с компасом. И абсолютно их это никак не волновало. И отец не любил бокс, поэтому мама ему не говорила. Вот он, я смотрю, там, по телевизору бокс, отец идет мимо и говорит, как это родители разрешают, чтобы дитям вот так по морде давали. Значит, и мы сидим с матерью тихо, значит, там, смотрим. И вот к чему я говорю, Свет, вот ты говоришь, интересоваться, вникать, вот такое. Я не могу сказать, что мы росли как, я не знаю, там, ковыль в степи, потому что родители, которые пережили войну, они считали, что высшее, как бы, благо для ребенка, это чтобы он был накормлен, чтобы он был здоровенький, чтобы он был веселенький. И я когда спрашивал их уже потом, я же сам пошел физмат-школы, они же, у них у них и мыслей не было, но я спрашиваю, почему меня в английскую школу не отдали? Я когда пришел в 57-ю школу, там у нас на 35 детей, там, я не знаю, 28 было из английских школ, из французских, я не знаю. У нас английская школа была 10 минут от дома. Я говорю, что же вы меня не отдали? Они, мама говорит, ну мы хотели, чтобы ты был веселенький, чтобы ты в футбол поиграл, чего тебе лишнить? Ну вот это и есть как раз подтверждение моим словам о том, что сегодня люди более чувствительны ко всем этим вещам. То есть, знаешь, вот у меня возникает такой образ, знаешь, одно дело так вот рубить ребеночка топором, да, а другое дело вот таким вот ювелирным инструментом вытачивать, да. С другой стороны, при всем том, что все стали более, как бы, такие вот нежные, да, с другой стороны, тут еще одна тенденция имеет место быть. Это, например, в наше время дети очень много делали чего сами. То есть я уже в 10 лет спокойно приходила из школы домой, открывала ключом дверь, там, грела к себе какую-то еду и была вполне самостоятельная. Конечно. Сегодня, наверное, от того, что появилось много машин и детей возят не всегда в школу, которая рядом с домом, и сам он добраться не может. Его привозят, его возят родители, водители, может быть, наемные какие-то люди. Получается, что вот в 9-10 лет дети совершенно инфантильные. Ты по-американски говоришь. А я думаю, что там такая же жизнь. Ну, я не думаю, что там. В каких-то кругах, да. Вот. И дети действительно растут инфантильные. У них нету так много возможностей что-то сделать самому, да, и быть предоставленным самому себе, как было в наше время. А не зато у компьютера предоставлены. Да, но зато во времена, например, моих родителей, так мой папа вообще босоногий весь день бегал в пыли. В то время, как мама была на работе, вообще никто не задумывался о том, чтобы накормить, напоить. А то еще отлупят. А то еще отлупят, да, где-то поцарапается, где-то упадет. Вообще были предоставлены сами себе. То есть, да, с одной стороны, жизнь усложняется, и темп этой жизни усложняется, и усложняется обстановка вокруг нас, и дети получаются такие более, как бы, изнеженные, да, и менее самостоятельные. А с другой стороны, интеллектуально этим детям больше надо, эмоционально этим детям больше надо, и семья должна давать, конечно. Свет, а вот, ну, давай так. Ведь не все же люди настолько изощренные, чтобы за детьми там наблюдать, что-то тонкое улавливать. И там, понимаешь, что они не обязательно психологи какие-то профессиональные. Вот ты предлагаешь какой-то путь, который... Я не предлагаю никакого пути. Нет, только следить, наблюдать, высматривать. Нет, ну, еще раз, меня спросили о моем подходе, да? Да. Я считаю, что вот мой подход такой, наблюдайте за ребеночком, да, исследуйте его вот движениям, да, вот это мой такой подход. А кто там, боже, даже не понимает слов наблюдать за ребенком, это как? Ну, и бог в помощь, значит, у них вот и будет ребенок, и будет расти. Ну, и может быть, любые, и может быть, совершенно все отлично. Да, да, ну, просто был же вопрос, вот как вот настроить этот механизм, да, что сделать. Так вот, о настройке, да, это как приходит, как настройщик инструмент, он что-то настраивает. А может прийти, там, человек, вот, допустим, раньше, я помню, у меня папа когда-то, там, в 60-е годы собрал телевизор дома. И когда этот телевизор, у него не было задней стенкой приделанной, когда телевизор не работал, нужно было бы подойти и треснуть по нему кулаком. И тогда он начинал показывать, да. Молодец, по-моему. А сегодня уже нельзя так, уже только попробовать треснуть. Поэтому все меняется, да, вот, становится более тонким, тебе уже стучать кулаком нельзя. Ну, хорошо, так, давайте, давай я, может быть, с другой немножко перспективы подойду, я, как всегда, издалека у меня, так знаешь, мысли работы, я хочу сказать, что, значит, человечество в своем развитии имело несколько кардинально важных событий, фактов, так сказать, этого развития, как переломных по своему значению. Вот, например, первым таким, я бы, значит, назвал появление речи, да, то есть человечество существует, вот, ну, как наука нам говорит, в том виде, в каком, сегодня, вот, где-то там полмиллиона лет. И только 50 тысяч лет назад возникла речь, она стала появляться, развиваться, пришла вот к тем формам, как мы сейчас имеем. И когда появилась речь, кардинально изменилось человечество, потому что люди могли передавать опыт от поколения к поколению, в изготовлении инструмента, там, в пище, в добыче того и сего. И каждое следующее поколение было немножко лучше, эффективнее, чем предыдущее. И, соответственно, и население Земли стало расти, и производить они там стали больше и так далее. Вторым моментом было появление письменности. Я не хочу сказать, что письменность овладела человечеством там в течение года, нет. Она где-то возникла, потом еще прошло много лет, пока письменность стала инструментом эффективного существования общества. Но она возникла. И когда возникла письменность, уже серьезное знание, да, стало возможно для изучения, для обобщения, для воспитания и так далее. И общество кардинально стало меняться. Третий момент в этом во всем. Я сейчас приду к тому, о чем мы говорим. Значит, я не совсем ушел в сторону. Третьим моментом было появление книгопечатания. Когда появились книги, да, началась техническая революция. Эпоха возрождения началась. Это все связано в один клубок. И, да, значит, книгопечатания. И можно сказать, что сегодня мы получили интернет. Мы можем сказать, что до интернета было тоже интересное приближение интернета. То есть сначала возникла там телеграфная связь, радиосвязь, телефонная связь. Да, вот это все. Оно тоже способствовало, потому что обмен информацией, от поколения к поколению между людьми, континентами и так далее. Все это, ну, как бы электрически, электронно. И вот на вершине этого всего сел интернет. И сегодня человечество, с появлением интернета, человечество подвергается такому же кардинальному, фундаментальному изменению, которому оно подверглось при возникновении речи, при возникновении письменности, при возникновении книгопечатания. Вот мы сейчас, на глазах у нас у всех, мы переживаем вот это время. Поэтому дети вот этого времени, их ценности, в том смысле, что вы можете дать этому ребенку, вот эти ценности, они кардинально отличаются от тех, которые нам давали наши родители. Потому что мы жили в индустриальную эпоху, где сила общества определялась производством. Когда-то это было сельскохозяйственное производство, да? Потом вот индустриальное. А сегодня мы живем в информационную эпоху. И я специально делал видео небольшое о том, что Майкл Блумберг, когда выступал тут месяц назад перед выпускниками университета в Чикаго, он им, он, это просто что-то бесподобное. Он им сказал, что то, чему, то главное, что вы получили, не находится в вашем учебном плане. Это не имеет отношения к вашему учебному плану. Сегодня ты не можешь рассчитывать получить профессию и там всю жизнь в ней проработать, вот без того, чтобы там 10 раз переучиться заново. Понимаете, это уже невозможно. Мы в другом мире совершенно живем. Поэтому если вы на своего ребенка вот через эту призму посмотрите, что вы можете ему дать, то вы можете дать ему фундаментальные ценности, с которыми люди идут по жизни, независимо ни от чего. Трудолюбие, уважительное отношение к старшим, вообще к другим людям, терпимость. Но нравственность, это очень широкое такое понятие. Я просто таких вот вещах. Безусловно, быть нравственным человеком лучше, чем быть безнравственным, да, с точки зрения воспитания детей там и так далее. Вот, поэтому... Вот это самые главные ценности, которые вы можете в них воспитать. Я вот когда слышу вопросы, какой язык программирования изучать. Понимаете, мне плохо делается, дурно делается. Потому что... Дело же не в том, какой язык. Ну, или ты умеешь программировать, или не умеешь. Ну, какая? Вот я еду на машине, называется Lexus. Ну, я что, специально права получал, чтобы Lexus водить? А отдельно права на Ford и отдельно права, там, что, на Mitsubishi? Ну, это же ерунда полная. Понимаете? Вот когда... Чтобы ваши дети не задавали вопросы, какой язык учить, понимаете? А чтобы они видели большую картинку и понимали, что язык это не цель, а средство. Ну, кроме языка там и так далее. Вот. Чтобы они открыты были, открыты к восприятию. Я вчера заснял 5 или 6 интервью с очень интересными людьми. Вот на этой конференции. Суббот я, когда снимал их светом, представляешь, у меня руки тряслись от счастья. Я думаю, боже, какие люди потрясающие. Это надо, чтобы каждое видео 100 тысяч человек посмотрело. К сожалению, там, хорошо, если посмотрят 2 или 3, но это подписающие люди. И они... Я их спрашивал каждого. Для молодежи, скажи мне, вот что ей делать, молодежи? Как ей расти? Как развиваться? И они все говорили примерно об одном и том же. Ты понимаешь? О том, о чем я говорю, о том, о чем Bloomberg говорит. Как быть успешным в обществе? Так что, Света, давай, резонирует то, что я говорю с тобой? Ну, конечно, абсолютно верно все сегодня. Но, в принципе, я тоже об этом говорила, только немножко другими словами. Да. То есть, почувствовать ребенка и развить в нем его собственные наклонности, да? Это не значит учить языки программирования. Это значит дать ему инструмент быть, в общем-то, гармоничным. Я, кстати, когда начал про вчерашнее интервью, там парень один сказал, надо уметь, надо с одной стороны переть со своей аджендой, да? Добиваться того, что ты хочешь. С другой стороны, он говорит, это противоречивые два качества. Надо слышать. Надо слушать и слышать. Ты понимаешь, как, Света, сколько людей на свете, какой процент? В состоянии слушать и слышать. Мы с тобой в состоянии слушать и слышать? Нет, Света качает главы. Нет. Ну, мы хотя бы знаем об этом. Ну, мы пытаемся. Мы пытаемся. Пытаемся. Слушать и понять. Мы безусловно пытаемся, да. Вот. И мы как бы работаем над этим. Поэтому вот это, понимаете, дайте детям вот это. Но, как Света сказала, через себя дайте. Сами слушайте. Понимаете, не сплетничайте, не обсуждайте целыми днями ваших соседей. Дайте детям пример того, как надо жить. Да, если вы хотите хороших детей, да, то посмотрите сначала на себя. Ты повторяешь, но это есть смысл повторить. Да. Ну, что, Свет, поговорили. Фактически мы от разговора о том, что дать детям и как дать детям, мы перешли к каким-то таким совсем философским темам. Ну, наверное, это и есть интересное. Наверное, это неплохо, да. Это неплохо, потому что я думаю, что те, кто хотел услышать что-то, они много чего услышали. Даже такого, что, может быть, мы не имели в виду сказать. Ну, не важно. Это бывает. Понимаешь, это вот как бы дорожить мозги, знаешь, вот высказанное слово, а у человека пошли свои мысли крутиться, что тоже не плохо. Но как только есть какой-то триггер, да, он что-то включает, и у человека начинает крутиться. Да. Ты знаешь, я помню в газете «Вечерняя Москва» когда-то там корреспондент пошел на элект... Там была опытная электронная станция. Там контакты были такие, герконовые. Ну, не суть важна. То есть, как бы такой электронный контакт, он практически бесшумный. Вот. И корреспондент, значит, вот он говорит, что он пришел на станцию, и там в какой-то момент он написал фразу «Тихо щелкнул электронный контакт». Так что, Света, я надеюсь, что пока мы с тобой говорили, много электронных контактов тихо пощелкали, да, где-то в сознании наших зрителей. На этой высокой ноте мы с вами прощаемся на выезде из Сан-Франциско. Счастливо! Сан-Франциско